Доброго всем дня и хорошего настроения! Май. Сегодня мы решили посмотреть, что за дорога проходит в сторону горы Ахон, только с другой стороны. И заехали к интересной реке молочного цвета. Называется она Агура. Я спустилась к реке, чтобы посмотреть и потрогать руками. На ощупь приятной. Особенностью реки можно назвать то, что она выделяет сероводород, что является причиной неприятного запаха и молочного цвета. И как выяснилось позже, вода этой реки благоприятно действует на здоровье человека. Полезные элементы источника начинают действовать моментально. Сероводород, попадая внутрь суставные межпозвоночные хрящи, сухожилия и кости, способствует удалению воспалительных процессов. Вообще источник состоит не только из сероводорода. В нем присутствуют коллоидная сера, бром, фтор, йод, газы, азот, углекислый газ и прочие. А также различные соли. Подобная вода и грязь помогает сердечно-сосудистой системе, опорно-двигательному аппарату, кожным, периферическим, гинекологическим сосудам и нервам, центральной нервной системе, носоглотке, полости рта и десен. А также помогает рассасыванию послеожоговых и послеоперационных рубцов. Теперь поднимаюсь обратно, по очень крутой возвышенности. На подъеме установлен памятник Виктору Высоцкому. А мы поехали дальше, сквозь колхидские пущи по асфальтированной дороге. По краям стоят полуразрушенные сооружения еще со времен Советского Союза. Но встречаются и отреставрированные рестораны, в которые можно зайти и покушать. Экскурсия по реке Агура через Агурское ущелье к водопадам и Орлиным скалам в Сочи на данный момент являются одними из самых популярных направлений. Мы дальше не пошли, так как уже вечерело. Цена в мае вы видите на своих экранах. Это если самостоятельно следуете этому маршруту. Так что обязательно приезжайте в Сочи отдыхать и посещайте такие достопримечательности. На сегодня все. Всем спасибо и пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин